Иркутская область В минувшую пятницу прошли публичные слушания по бюджету города на 2017 год В городском ЗАГСе состоялась торжественная регистрация тысячного младенца Кубок Северного города разыгран, после финала турнира прошло торжественное награждение 16 декабря в школе номер 15 проходил заключительный этап межгородского кубка по мини-футболу среди учащихся полгорода Напомним, на 45-й сессии законодательного собрания Иркутской области, которая прошла 9 декабря, было включено 26 вопросов В сегодняшнем выпуске депутат Анатолий Дубас расскажет о законопроектах, принятых во втором чтении Третий год подряд Анатолий Дубас, депутат ЗАГС Собрания, отстаивает закон об отдельных вопросах образования в Иркутской области Которым предлагается предоставить право девятиклассникам, не сдавшим успешно выпускные экзамены На получение образования по рабочим профессиям при условии, что они также получат общее образование На комитет было представлено два закона Мой закон, который он действительно, я пытался с ним и работал практически три года И закон, уполномоченного по правам детей Семенова и Светлана Николаевна Ну, когда мы начали рассматривать, два закона практически идентичны друг к другу Но, значит, уполномоченного по правам человека там были некоторые формулировки, в которых моих законов, в моем законе не было Я посчитал возможным не сражаться двумя законами, если они движутся в одном направлении И предложил на комитете, я свой закон отзову, а вместе с уполномоченным по правам ребенка будем дорабатывать его закон во втором чтении И потом для того, чтобы его принять в окончательном чтении Все об этом договорились, значит, я свой закон отозвал, и мы начинаем работать с уполномоченным по второму чтению этого закона Я думаю, что это, в принципе, правильно, ведь, по большому счету, это не важно, значит, звезды, ордена и медали Важно другое В первую очередь важна молодежь, ее развитие и развитие области, страны в целом Ведь именно на плечах наших детей – наше будущее Закон, в принципе, который, в том числе у меня, отнял много сил, энергии, но все-таки он был принят, и это вообще было для меня Лично для меня это была, в общем, большая радость Это закон о том, что ребята, которые не справились с государственными экзаменами после девятого класса Имеют право бесплатно за счет областного бюджета обучаться в профессионально-технических училищах на рабочей специальности Естественно, значит, это такая небольшая победа, вот, потому что мы сражались не на каких-то соревнованиях Мы сражались за тех ребят и девчонок, которые, ну, у них в жизни так сложилось На сегодняшний день у них есть возможность получить образование Раньше шли на пересдачу, оставались на второй год, кто-то учился за свой счет Но беда в том, что не у всех родителей есть средства оплачивать обучение В этом случае все, кто захотят учиться, они будут учиться Единственное, там есть немножко ограничения Ограничения в чем? В выборе профессии То есть, если нужна профессия оператора на тимберджеке или какие-то другие дела То, естественно, с таким образованием туда их не возьмут По-моему, там нельзя еще сварщиком быть А, скажем, там, столяр, маляр, штукатур, каменщик Вот такие профессии, там есть перечень профессий, по которым они могут получить образование за счет областного бюджета Очень важный и нужный законопроект Теперь без образования не останется никто У всех школьников есть возможность получить профессию И еще один у нас такой был закон Это поправки тоже в закон о образовании По моему мнению, этот закон перекладывал обязанности по финансированию детей с ограниченными возможностями здоровья На муниципалитеты и на муниципальный бюджет Хотя я считаю, что в Конституции, в двух федеральных законах и в одном областном законе записано, что это обязанности области Ну вот здесь у нас такой спор был В течение двух месяцев мы этот спор вели С переменным успехом Но в конце концов, мне удалось доказать, что мы не можем сейчас в этот период времени менять закон С точки ущемления прав муниципальных образований То есть и нагружать их тем, на что у них полномочий нет С мнением Анатолия Дубаса согласились И поправка в этот закон была принята Кроме того, на сегодняшний день разработана дорожная карта Уже правительства Миркутской области, которые смотрят Сколько у нас этих детей с ограниченными возможностями здоровья Какое для этого необходимо финансирование Каким образом это финансирование можно будет определять То ли передать полномочия на уровень муниципалитета вместе с деньгами То ли это будет софинансирование вместе с муниципалитетом Это будет, в принципе, решено, наверное, первый-второй квартал следующего года Но, по крайней мере, на сегодняшний день в этом направлении идет неплохая работа Я думаю, что это тоже к этой работе подтолкнуло сопротивление Которое было оказано не просто изменить закон, а разобраться в этом вопросе Я думаю, после того, как все разберутся в этом вопросе В первую очередь выиграют дети, сами дети, которых мы должны кормить Потому что сколько бы мы не спорили там, куда мы бы не перетаскивали один или второй вопрос В конечном итоге страдают дети здесь, потому что они оказываются крайне Ряд законов принят, и все в пользу граждан Народные избранники уверенно идут вперед и отстаивают интересы жителей своих территорий Надеемся, что и другие законопроекты будут приняты с таким же успехом Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город» Плавномерное увеличение минимального размера оплаты труда в Иркутской области Начнется с апреля 2017 года, а не с июля, как предлагалось изначально Соответствующий закон об оплате труда работников государственных учреждений Иркутской области 16 декабря принят на сессии законодательного собрания Согласно документу, с 1 апреля 2017 года планируется увеличить МРОД и довести его до 90% от прожиточного минимума А с 1 июля до 95% С 1 января 2018 года МРОД предлагается увеличить до 100% На последнем заседании городской думы назначили дату публичных слушаний по проекту бюджета Устелимска на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов Мероприятие проходило 16 декабря в администрации города Подробности далее Главными присутствующими слушаний стали мэр Устелимска, председатель городской думы начальники управления подразделения муниципалитета представители общественных организаций, СМИ, горожане Основным докладчиком выступила Оксана Шадрина, начальник финуправления Традиционно при составлении бюджета специалисты опирались на послания президента прогноз социально-экономического развития территории а также основные направления бюджетно-налоговой политики В условиях ограниченности финансовых ресурсов формировался бюджет города на 3-летний период 2017-19 годов Наличие правильно выстроенной бюджетной политики направленной на эффективное экономное расходование средств бюджета города создание и реализация механизмов концентрации бюджетных ресурсов на приоритетных направлениях является главной задачей, которая стоит перед муниципальным образованием города Устелинск на предстоящей бюджетной цене При этом в ходе реализации основных направлений бюджетной политики и обязательном порядке должна быть соблюдена преемственность с ранее намеченными планами Основной целью налоговой политики является обеспечение балансов интересов муниципального образования и бизнеса муниципального образования с точки зрения обеспечения всех социальных обязательств перед выселением города а бизнеса с точки зрения возможности его дальнейшем развитии в городе Прогноз социально-экономического развития города Устилимска на 2017-2019 годы выполнен в соответствии с сценарными условиями основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации, разработанный Министерством экономического развития Российской Федерации. Параметры прогноза согласованы с Министерством экономического развития Иркутской области и утверждены постановлением главы администрации. Была представлена таблица социально-экономического развития по годам. Указаны суммы выручки от реализации продукции и предоставления услуг, прибыль, объем инвестиций и основной капитал, объем строительных работ и другие. Основные характеристики бюджета города на 2017 и плановый период 2018-2019 годов. Прогноз поступления доходов в бюджет города, прогноз бюджетных расходов, дефицит бюджета. Как видно, пока на плановый период 2018-2019 годов бюджет планируется бездефицитным. Объемы структуры доходов бюджета города на 2016-2019 годы. Во-первых, хочется обратить ваше внимание на снижение прогнозируемых доходов на 2017 год почти на 7% от оценки 2016-го. Это связано с практикой областного правительства в последние годы иметь нераспределенный остаток безвозмездных поступлений, которые распределяются в течение года. Структура доходов почти не меняется. Безвозмездные поступления занимают лидирующую позицию. Поступление налоговых доходов показывает рост удельного веса в общей сумме доходов от 27 по оценке 2016-го года до 30% в 2017-м году. Удельный вес налоговых доходов структуры на протяжении уже многих лет составляет от 8 до 9%. В 2017-м году прогнозируется некоторый рост налоговых доходов на 3,6% или на 18 млн. рублей. Ожидается, что рост будет обеспечен за счет увеличения поступления налога на доходы физических лиц. С учетом снижения уровня собственных доходов в бюджет города были обозначены первоочередные расходы. Заработная плата работникам бюджетной сферы, коммунальные расходы, содержание имущества и городского хозяйства. Структура расходов бюджета на 2017-й год принципиально не изменилась. Большая часть бюджетных средств будет направлена на выплату заработной платы с начислением на нее работников муниципальных учреждений в сумме 1 млрд 412 млн. рублей или 80% от общего объема расходов. На расходы по оплате за поставленные теплоэнергоресурсы и оказанные коммунальные услуги муниципальных учреждений будет направлено 86 млн. рублей или 5%. На прочие расходы планируется направить 261 млн. рублей или 15%. Бюджет на период 2017-2019 годов составлен из 16 программ. Более половины бюджета Устилинска направлено на социально значимые вопросы. На стратегическое направление повышения качества безопасности городской среды предоставлено средств в сумме 141 млн. рублей. На укрепление финансово-экономического потенциала в рамках муниципальных программ будет выделено 82 млн. рублей. В целом, можно считать проект бюджета не противоречащим бюджетному законодательству. Он сохраняет социальную направленность и не может повлечь негативных последствий на социально-экономические процессы в городе. Алена Феоктистова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». 26 декабря филиал кадастровой палаты по Иркутской области проведет горячую телефонную линию для заявителей по вопросам кадастровой стоимости. Любой желающий сможет обратиться за разъяснениями к специалистам и узнать, от какой стоимости кадастровой или инвентаризационной зависит налог на недвижимость, из чего складывается кадастровая стоимость, что влияет на ее размер и куда обращаться, если кадастровая стоимость кажется завышенной. Звонки будут приниматься с 14 до 17 часов по телефону в Ангарске 8 395 5 69 43 96 и 8 395 5 69 43 58. 16 декабря в здании отдела ЗАГ в торжественной обстановке была проведена регистрация тысячного младенца. Им стал сын супругов Майковских Артем, рожденный 29 ноября 2016 года. О мероприятии наш следующий сюжет. В канун 99-летия образования органов ЗАГС в России в отделе был зарегистрирован тысячный новорожденный этого года. Им стал Майковский Артем Александрович, появившийся на свет 29 ноября 2016 года. Это волнительное и радостное событие проходило в кругу семьи и друзей. Праздничную речь прочитала главный специалист-эксперт отдела ЗАГС по Устилимску и Устилимскому району Ольга Владиславовна Лискович. Все мы станем свидетелями торжественной регистрации рождения гражданина Российской Федерации. «Свершилось чудо! Человек родился, и первый крик раздался в тишине, и где-то в небе солнце улыбнулось, и звезды ярче засияли в башене. Уважаемые Александр Анатольевич и Анна Геннадьевна, 29 ноября 2016 года в вашей семье произошло большое, радостное, долгожданное, очень желанное событие. Родился ваш сын, ваша гордость, ваша надежда. Рождение ребенка – это всегда праздник, но сегодняшнее событие носит особый характер. Именно это, мирно спящий на руках у папы малыш, тысячный ребенок, зарегистрированный в отделе ЗАГС по Устилимскому району и городу Устилимску в 2016 году. Ну, аплодисменты прислали! Также была проведена торжественная регистрация нареченных родителей Артема и выдача им памятных свидетельств. Нареченными родителями Артема становятся Барцев Сергей Алексеевич и Банщикова Светлана Анатольевна. Уважаемые нареченные родители, приглашаю вас поставить ваши подписи. Был выдан главный и первый документ Артема – свидетельство о его рождении. С особым трепетом и волнением я вручаю вам самый первый, самый главный документ вашего сына – свидетельство о его рождении, где вписано его имя, которым он должен дорожить, фамилия, память предков, место рождения, его родина. Ну и, конечно же, имена тех, кто подарил ему жизнь, имена родителей. Прозвучала поздравительная речь в адрес родителей и ответное их обращение к нашим телезрителям. Мы еще до сих пор не верим, что мы все-таки тысячные виды в этом городе устилились. Что пожелаете тем родителям, которые только, может быть, собираются и достать папой? Только пусть собираются и становятся родителями, рожают здоровых детей, потому что дети всегда приносят радость всеми. И потом хочется еще. Больше, больше. Так что рожайте. Все будет хорошо. Полина Астахова, Александр Килин, информационная программа «Северный город». До Нового года остается совсем немного времени. Этот добрый праздник ждут все, а особенно дети. Для того, чтобы обеспечить сладкими подарками маленьких устилинцев из малообеспеченных семей и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории города проходят благотворительные марафоны стафета «Помоги ребенку, и ты спасешь мир». И сегодня можно подвести его предварительные итоги. В рамках марафона удалось собрать 135 650 рублей. В том числе 20 000 рублей поступило от сотрудников Устилимской ТЭЦ. 30 000 от Иркутск Энерго. 10 000 рублей внес лично мэр города Вакиль Тулубаев. 16 800 рублей собрали администрация города, финансовое управление и департамент жилищной политики и городского хозяйства. 49 800 рублей городская дума. Оргкомитет по проведению марафона благодарит всех, кто внес свой вклад в приобретение новогодних подарков для детей. С 10 по 18 декабря на крытом корте «Ангара-Алим» проходил турнир по хоккею шайбы среди городских команд на Кубок Северного города. По завершению финальных игр состоялось торжественное награждение. Кому достался главный приз турнира и о лучших игроках расскажет Алена Феоктистова. Третий год подряд хоккейные команды соревнуются за Кубок информационной программы «Северный город». В четвертьфинале участие приняло 8 сборных, после чего в полуфинал прошло 4 – «Элим», «Элим-Лес-Транс», «Юность» и «СССР». И в финале, соответственно, остались всего две команды. Борьба оказалась непростой. Каждый показывал высокий уровень профессионализма, мужества и стойкость. Последняя игра, которая состоялась в прошедшее воскресенье, была самой захватывающей. По окончанию турнира прошло торжественное награждение победителей. Организаторы мероприятия выступили с приветственным словом. Огромное всем спасибо. Хочется пожелать всем игрокам. Желать только сильнее и победить. Каждая игра, то есть всем удовольствия. Каждая победа будет все легче и легче. Здоровья, благополучия. Вам и вашим желаниям. Два предыдущих года подряд победителями становилась команда «Илим». Но на этот раз победу одержала сборная молодежи «Юность». И именно им и достался наш кубок. Лучшим нападающим стал Даниил Бородин. Отлично показал себя защитник Белов Андрей Владимирович. Лучшим вратарем по итогам соревнований призван Игорь Копытов. Мы поздравляем призеров. Молодежь – будущее хоккея. Надеемся, что в следующем году за кубок северного города поборются еще больше команд. Алена Феоктистова, Сергей Белкин. Специально для информационной программы «Северный город». Проведение в городе Спартакиады уже стало традицией. 16 декабря в школе номер 15 проходил заключительный этап соревнований Межгородского кубка по мини-футболу среди учащихся школ города. В следующем сюжете мы расскажем о турнире. В спортзале школы царила атмосфера соперничества. Болельщики не скрывали своих эмоций и переживаний, поддерживая игроков. Сами же спортсмены были собраны и нацелены на победу. О прошедшем мероприятии рассказал Роман Чешев, педагог дополнительного образования Центра детского творчества. В первенстве среди школьных команд «Спартакиады школьников» принимали участие 13 команд. В полуфинал вышли школа номер 11, лицей и научно-образовательный комплекс школа номер 15 и школа номер 9. Сегодня мы разыгрываем места. За третье место будет играть команда школа номер 9 и школа номер 11. В упорной борьбе между финалистами турнира определились призеры и победители. Школа номер 15 заняла первое место. Второе – лицей. На третьем – школа номер 9. Звание «Лучший вратарь» присвоено Сергею Морозову, ученику 15-й школы. Лучшим бомбардиром назван Дмитрий Корсуленко – научно-образовательный комплекс «Экспериментальный лицей». Лучшим игроком турнира стал ученик школы номер 9 Иван Рожко. Поздравляем ребят с победой и желаем дальнейших успехов в спорте. Полина Астахова, Александр Килин. Информационная программа «Северный город». Это была информационная программа «Северный город». С вами была Анастасия Матвеева. До новых встреч. Субтитры предоставил DimaTorzok